Это Киев, это вот маршрутка, вот такая вот маршрутка, хромая, как собачь, ой, она еще и с людьми, вот это да, а это Киев. Друзья, это Киев, кто скучает по Киеву, кто здесь родился или кто здесь был, смотрите, немножечко я вам снимаю Киева, я еду на Болонь, сейчас доеду до Петровки. Так что пишите свои комментарии, может быть вы хотите какой-то район или улицу увидеть, ностальгическую пару фоток под музычку. Я вот приехал только что сюда, сутки сюда ехал, питался вегано-сироедческой пищей только. И вот видите, доехал. Поспать не удалось, границу очень быстро прошел. Так, повернусь. Продолжайте движение прямо. Ну, я думаю, вот вы узнаете Петровку. Через 400 метров плавный поворот направо. Так что вот так вот выглядит Киев на сегодняшний день. Сейчас 2019 год. Какой месяц, это не важно уже. Плавный поворот направо. Так что смотрите по машинам. Что-то Киев по номерным знакам. Держу в руке и снимаю. Сейчас, если бы еще солнышко светило, было бы вообще классно. А еще если бы лобовое стекло, где было такое запачканное... Через 3 километра сверните на съезд направо. Было бы еще лучше. Это друзья... Меня всегда спрашивают, куда ты, где ты, друзья. А я говорю, ребята, вы подписывайтесь на мой канал и будете видеть, где я. Вот, один из моих друзей... Один из моих друзей сказал... Ой, твой канал такой, сякой, голимый. Так вот, подписывайся на мой канал, дорогой. Ставь лайки и нажми на колокольчик. Ты будешь получать уведомления каждый раз, когда будет выходить у меня видео. Я знаю, что ты знаешь, и я тебя имею ввиду. Это я просто другу своему передаю. Он очень хороший человек. Он, конечно, пошутил, когда так назвал мой канал. Но... Я думаю, ему приятно будет увидеть, что я к нему обратился, да. Видите? Так, а куда я еду? Поехал. А, ими прямо. Я не туда еду, оказывается, куда. Я думал. Вот туда идет уже оболонь. Дорога. И вообще даже не знаю, если честно, где тут начинается и заканчивается оболонь. Вроде это уже оболонь, по идее. Цены видели, да? На бензин, на дизель. 31 гривна. Курс сейчас 29. 40. Но я видел даже сегодня дизель по 27 гривен. То есть чуть-чуть меньше, чем евро. А вот уже не та заправка не показалась. С той ценой, хотел сказать, вот с той ценой. Вот, вот, как вот выглядит Киев. Вы уже извините, что я вам не говорю, по какой я улице еду. Я такой киевлянин, как знаете, как... Мне даже стыдно говорить, что я киевлянин. Хотя я здесь родился и... А сам езжу по навигатору. Причем... Причем я во всех городах езжу по навигатору. Не важно, где я живу. Вот, Лейпсик, да? Город. Тоже я по навигатору езжу. Бывает, тогда надо очень быстро приехать. И я беру навигатор и еду. Скоротить путь и время. То есть... Нет во мне такого навыка четко ориентироваться в городе, как у многих хороших водителей это есть. Вот. Вот, смотрите, да? Там бывают люди не в Европе, а еще где-то боль. Еще дальше живут, чем Европа. И вот, может быть, приятно вам это видео посмотреть будет. Которое 2009 года. Вот, смотрите, заправка Саккар. Единственная заправка на Украине. Говорят, что она азербайджанцы, ее основатели, жители Азербайджана. И в этой заправке все красиво. Внутри... И это единственная заправка на Украине, где можно подмываться с душика. Там такой душик специальный есть. Возле унитаза. Представляете, какой сервис? Даже такое есть. Можно дать должное этим ребятам, которые придумали этот душик. Да? Чтобы подмываться. Ну, в смысле, гигиену соблюдать. Ну, давайте уже говорить своими словами. Как говорил... Как говорит мой дядя. Оказывается, не все так делают. Я говорю, да не может быть. Он говорит, да-да, не все так делают. Вот. Поэтому... Это, оказывается, надо делать. Причем всем. И без исключения. Ну вот, мы доехали. Видите, да. СТО. Караван. Он недавно был новый, а сейчас ему уже сто лет. Поэтому караван, он уже в вечности стоит. Хотя относительно новый, еще буквально был построен. Через 400 метров поверните нам караван. А вот и цена на дизель 2679, про которую я говорил. БРСМ. БРСМ. Или БРОМ. Так. Все, я приехал. На этом мое видео заканчивается. Поверните направо. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И нажимайте колокольчик. И пишите, конечно же, комментарии. Всего хорошего. С вами был Сергей Лихий.